Всем привет! Мы идём сейчас с Артёмом в школу. И тут, как оказалось, мы просто шли в школу, и нам навстречу шли детки старших классов, их куда-то всех дружненько вели. И я Артёму говорю, ой, классно, деток ведут куда-то, ну, на какую-то экскурсию или куда-то их тут часто водят в театры, в кино. И Артём мне говорит на что. Ой, нам же говорили, что нас сегодня тоже куда-то поведут. Или завтра. Сегодня, или завтра. То есть он даже не помнит, когда, либо сегодня, либо завтра. Их тоже куда-то ведут. В банк центральный. В банк центральный, да. И что не нужно, самое главное, я хотела сказать, что не нужно брать вот эти вот тяжелёчие портфели. А вдруг завтра пойдём? Вдруг завтра. То есть он точно не знает, когда их поведут в этот центральный банк, то ли сегодня, то ли завтра. Но, в общем, когда они идут вот на такие, как сказать, экскурсии, не экскурсии, так это назовём, то им не нужно брать вот тяжёлые портфели. Они просто берут какой-то такой, ну, портфель просто пустой, без книг, без ничего и еду. Всё, больше ничего. То есть они берут еду, воду и такой портфель и себе налегке идут там куда-то, куда им надо. Ну, нет же, Артёмка забыл маме сказать об этом. Да, сынок? И поэтому он идёт с тяжёлым портфелем в школу. Вдруг завтра идём? Вдруг завтра. Ну, сейчас мы подойдём в школу и узнаем, сегодня это или завтра. Если это сегодня, то мне придётся забрать у него, наверное, все вот эти вот книги и отнести их домой, чтобы ребёнок не ходил с тяжёлёчим портфелем. Я когда-то эти книги там внизу у того дяди, который охраняет. Оставлял у охранника и просто с портфелем шёл? То есть так можно сделать? Угу, да. Ты уже когда-то забывал мне, сказал, да, что вы куда-то идёте? Да. Да, так что... Написано Рэбаутус 12. А что вам говорили, куда вы будете идти? В банк центральный, я уже говорила. В банк центральный, да? Классно. Везде деньги вхажутся. Хорошо. Будем ехать на метро, потом на автобусе. Ого. И вам, наверное, говорили с собой карточки взять, да, проездные? Да. Да? Она у меня всегда в сумке. Ну ладно. Сейчас отвожу ребёнка в школу. Когда буду его забирать, расспрошу его, ходили они сегодня в банк центральный или не ходили. Если это будет не сегодня, то я всё равно его завтра тогда расспрошу об этом, сниму вам видео и расскажу Артёма впечатления. А вообще как тебе в школе? Хорошо. А сколько я буду времени на светлиться? О, это любимый вопрос. Сколько времени он будет на светлиться? Он очень любит светлиться. И, кстати, сейчас у них ещё уроки. Вот в том году Артём учился с 8 утра. Сейчас я посчитаю. Подожди, можно я расскажу? В том году Артём учился с 8 утра, а в этом году они учатся с 11.30. То есть вот уроки именно у них начинаются в 11.30, но всё равно у них есть светлиться. Это продлёнка, которая начинается вот с 8 утра. И если людям на работу на 8 утра, они отводят ребёнка в школу, он там сидит на светлице, после чего он переходит в классы, там где у него начинаются уроки. Ну вот, получается, Артём в этом году учится во вторую смену, поэтому мы не всегда ходим на 8 часов. Когда я работаю во вторую смену, то мы, конечно, не на 8 ходим, мы приходим к 10, а то и на 11 именно на уроки. Так что спим. Ладно, до школы я его уже довела. А на сколько я буду времени на светлице? Два часа у тебя осталось на светлице. Ну и всё, пока-пока. Забрала Артёма со школы. Сегодня они не ходили. Куда вы в банк должны были ходить? В центральный. В центральный банк. Я узнала, что будем на метро ехать только. На метро ехать и потом... А, только на метро надо, без автобуса. Хорошо. Будем ехать на метро с Вентокшиска. От Кабатой до Светокшиска. Всё, рассказывала информацию. Так что всё нормально. Мне пришлось идти с портфелем. Завтра брать только бутерброды с собой. Я спросила, можно взять этот... Рюкзак большой, не сказали, нет. Большой рюкзак нельзя брать? Только еду с собой сказали брать. Макс, минимально два бутерброда. Ага. Ничего не сказал так. То есть минимум два, а можно и пять, да? Нет. Хорошо, значит завтра в школу мы идем только с бутербродами и с водичкой. И ты сегодня мне не дала. Сегодня водичку не дала. Вот так, не дала водичку ему. Так что идем со школы. Еще что вам хотела рассказать. В школе их кормят. И мы платим за питание. Ну так как завтра они идут на... Не будет завтра обеда. Завтра, да. Завтра обеда не будет. Питание в месяц мне обходится. В первом месяце я заплатила за питание 164, по-моему, злотых. А вот за второй месяц я заплатила сегодня как раз мне пришло... Получается, на почту приходит номер карты, на который нужно оплачивать. И вы просто на карту оплачиваете за питание и все. Сегодня я оплатила 170 злотых. По-моему, один день 9 злотых. То есть в день 1,9 злотых. Темыч, расскажи, чем вас кормят? Чем вас сегодня кормили? А завтра вы не боишься платить? Ну, за завтра, наверное, раз вас завтра не кормят, значит же не будем платить. Расскажи, чем вас сегодня кормили? Вкусно, да, кормят, ты говоришь? А чем кормили? Я уже не кормила. Опять забыл? Да. А вкусненькое что-то было? Йогурт, молоко. Твое любимое млеко. Молока никогда уже не было. Не было? А почему, не будет? Не будет его никогда. Там уже было очень... Там было в школе такое место, там где куча упаковок молока. И больше там их нет. Понятно. Значит, во всей школе их нет. Молока? Нет, значит. Понятненько, понятненько. Только один год был. Ну, может быть, дальше опять будут давать. А сейчас вам сок, может, да, какой-то дают? Или не дают сок? Нет. Нет. Ни воды, ни сока. Ни воды, ни сока не дала. Горе-мать, ни воды, ни сока ребенку в школу не дала, забыла. Ну, а вообще, вот за питание школьное, что хочу сказать. Там у нас прямо на первом этаже написано, чем их кормят. Каждый родитель может прийти и почитать меню. Один раз я читала, это у них был суп томатовый, потом зимняки, ну, то есть картошка и котлеты индюшинные. Потом им давали... Вот откуда ты узнала? Артем теперь узнал секрет. Я бы просто как-то забрала со школы, говорю, Артем, а я знаю, что ты кушал. А он такой, откуда ты знаешь? Я говорю, а слежу за тобой по камерам. Сейчас я вот вам рассказываю, он узнал, откуда я узнала. Так, и что там был суп, картошка, котлеты и батончики им, по-моему, давали. Там какие-то написано было батончики. Я даже сама смогла прочитать, что там написано без переводчика. А батончики только один раз в неделю дают? Ну, не знаю, там есть меню, я тебе покажу как-то. Каждый раз, когда... Каждый день... Нет. Каждый день новое меню, да. Каждый день новое меню припекают? Ну, конечно. Нет, один раз печатают и клеят, там вон она входит в школу. Я тебя завтра буду отводить в школу и покажу тебе. Хорошо? Да. А там написано, что в понедельник какую-то еду дают, еще на... еще батончик. Ну, мы прочитаем, завтра придем, прочитаем. А там написано понедельник, вторник, среда, сутвер. Да, да. Каждый день, да, написано, что вам дают. Да. Потом я вам еще как-нибудь сниму видео по поводу книг, уроков, как мы делаем. В общем, отдельное видео расскажу за это все. А сейчас мы идем с Артемом домой. Завтра он пойдет в свой банк в этот... Ну, не в свой, а в смысле в банк... Банк центральный. Банк центральный. И, возможно, если он захочет, и если вам будет интересно, то я сниму видео, он расскажет свои впечатления. Так, пока. Пока.